Неприметный киоск у дороги. На обочине, как рекламный щит, несколько упаковок с лимонадом. Но, как показала контрольная закупка, активистов народного контроля торгуют здесь не только газировкой, но и горячительным. Недалеко от контейнера два сооружения. В одном из них десятки ящиков со спиртными напитками. Реализация алкогольной продукции подразумевает наличие лицензии. Она отдается на реализацию и также на хранение. Это же ваше помещение, правильно? Да. Лицензии на продажу алкоголя у владельца помещений не оказалось. С удивленным видом мужчина пытался доказать, что алкоголем здесь не торгуют, а сотни литров горячительного просто находятся на временном хранении. Здесь камера хранена как склад. Здесь ничего не продано. Все. А это ваше, то, что здесь лежит? Конечно. Нет, не наше. А кто привез, если это ваше помещение? Вы знаете, наверное? Вот придет соловей. Кто еще раз? Передет он человек, скажет, но он здесь ничего не хараговал. Человек, которого ждал владелец, так и не появился. Зато недалеко от первого алкогольного склада полицейские нашли еще один, содержимое которого вызвало еще большее подозрения. На первый взгляд продукция, храняющаяся в этом сооружении, имеет все признаки контрафакта. Есть подозрения, что акцизные марки поддельные. Да и наклеены они ненадлежащим образом. На некоторых бутылках они и вовсе отсутствуют. На этом складе было обнаружено еще несколько десятков ящиков с крепкими алкогольными напитками. На бутылки виски и водки кустарным способом наклеены этикетки известных алкогольных марок. Некоторых жидкость и вовсе разлита по обычным пластиковым бутылкам. Возбуждено административное производство. Специалисты в этом деле разберутся. Все это отправлено на экспертизу. И при наличии соответствующей экспертизы, либо будет возбуждено уголовное дело, во всяком случае это все уже, будем так говорить, будет вылито в канализационные сети. Помещение полицейские опечатали. За торговлю алкоголем без лицензии владельцы могут привлечь к административной ответственности. Ждет ли его более суровое наказание, покажут результаты проведенной экспертизы. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.